Это будет только лекция и без теоретических докладов. И принослив про современную космологию. Всё хорошо. Значит, я расскажу, я думаю, очень популярную лекцию. То есть здесь не было ни формулы, ни макаронжана, ничего. Потому что эту лекцию я прочёл буквально накануне у нас в УИАИ для учителей, школьных. Они попросили, то есть меня попросили рассказать им, как если бы это были школьники. И вот я как бы попытался максимально упростить свой материал. И название придумал бы на самом деле не я. Я узнал об этом уже, придя на лекцию. Они мне такое название дали. Современная космология или как объяснить школьнику, что такое тёмное материал. Поскольку человек, который придумал это название про тёмную энергию, не задумался. Вот он только тёмное что-то одно вставил. Помнишь, что это тёмное там должно быть. Я бы, конечно, расширил тёмные энергии. И ещё там, может быть, космология. Ну ладно. В общем, вот с содержанием этой лекции вот оно вот такое. Я постараюсь, на самом деле, космология, ну как, очень большая. Здесь много вопросов, которые я вообще даже специально не затрагил, потому что за тёплённое время это невозможно сделать. Я расскажу лучше, меньше, но лучше. То есть о двух сюжетах всего. Тёмная энергия и тёмная материя. И так, значит, поехали. Первое – это взгляд в звёздное небо. Если мы с вами любим ночами или вечерами смотреть в звёздное небо, и на Байкале особенно это хорошо, то на первый взгляд, что нам кажется, что все звёзды неподвижны, каждый находится на своём месте, и всё так хорошо. Если мы вооружимся фотоаппаратом с часовым механизмом, то мы увидим, если мы с фотокамерой с задержкой, то мы увидим картину уже примерно вот такую. То есть мы увидим вот такие концентрические волосы, и что означает, что нам может показаться, означает, что звёзды на самом деле вращаются. На самом деле это не звёзды вращаются, а кто вращается? Земля. Ну вот и так я учителей спрашивал, они тоже так же довольно отвечали. Да, эта Земля вращается вокруг своей оси. Хорошо, мы вычли тогда этот эффект, мы его поняли. Можно ли тогда подумать, что всё-таки звёзды на самом деле покоятся? На самом деле всё равно они окажутся, что движутся, и открыл это Хаббл. Открыл это он давным-давно. Открытие состоит из трёх этапов. То есть он использовал три эффекта для того, чтобы это обнаружить. Первое. Значит, он использовал эффект Доплера. Каждый из вас знает, что такой эффект Доплера. То есть есть какая-нибудь звуковая волна с определённой длиной волны, и источник звука, например, неподвижен, то вот волна лямбда-один. Если источник звука движется, например, вправо, то волна укорачивается. И разницу этих длин волн разделить на исходную длину волны, часто называется Z, и связано это просто со скоростью источника. В космологии, в астрофизике такой параметр называется красное смещение Z. И он очень часто используется. Это, значит, первый эффект, эффект Доплера. Второй. Причём здесь эффект Доплера? Зачем он ему был нужен? Нужен он был вот для чего. Он смотрел звёзды, которые были похожи или одинаковые друг на друга. То есть каждая звезда имеет внутри какое-то строение, имеет наружу какое-то строение химическое. Там есть водород, какие-то другие ядра, может быть там даже железо. И все эти ядра снаружи, они находятся уже не при очень большой температуре, и, соответственно, они могут находиться в атомарном состоянии. Или в ионизированном. Как только мы это сказали, это означает, что эти атомы могут излучать свет, а излучают свет по квантной механике атомы, как мы знаем, определённый длин волн, в зависимости от того, что это звезда. Дальше, соответственно, что нужно было сделать? Вот, например, возьмём какую-нибудь характерную звезду, в которой есть вот такие линии от железа, от ещё других элементов. Вот мы их видим, такие тёмные полоски здесь. И вот мы смотрим на какую-нибудь... Эта звезда находится где-нибудь рядом от нас, мы её уже более-менее изучили, поняли, почему она такая звезда, почему не такой химсострат. Смотрим теперь куда-нибудь далеко и видим, что находим звезду, где эти линии встречаются примерно в такой же комбинации, примерно так же они друг от друга оттоят. Единственное, что всё это смущено вправо. Значит, вот такую штуковину мы обнаружили. То есть мы видим звезду по звезде, одинаковые по этим спектрам. Это первое. Второе. Да? Да. А откуда он в таком году там узнал нулевой спектр? Ну, по этим... Ну, линии лабораторные, это же дисклины. Линии лабораторные, это же дисклины. Лабораторные, это же дисклины. Ну, и Солнце уже. Да, и Солнце. Второй эффект. Найти расстояние до звезды при помощи цифи. Значит, в чём тут дело? Значит, в 20-х годах Лилит и Шекли установили, что период измерения яркости цифи пропорционален их абсолютно яркости L. И это даёт возможность определять расстояние до звезды по их видимой яркости, потому что мы знаем, что чем дальше мы находимся от источника яркости, то как единица на R в квадрат, это яркость падает. В 23-м году Хаббл обнаружил звезды в туманности Андромеды при помощи своего телескопа 2,5-метрового. Это было первым подтверждением того, что облака во Вселенной, то, что казалось облаками, на самом деле это галактики. А что такое цифи? Цифииды это звезды с переменной яркостью. Да, тут на самом деле сбили сети, то есть это должен быть уже третий пункт. То есть и так, смотрите, что получается. Мы находим одинаковые звезды по доплеровскому сдвигу. Мы находим расстояние от них, привязываясь к этим самым цифиидам. И теперь нам остается всего лишь сказать, если доплеровский сдвиг определяется просто скоростью звезды, то есть тем, с какой скоростью звезда удаляется или приближается от нас, именно этим этот доплеровский сдвиг определяется, то тогда нам остается всего лишь построить вот такую вот диаграмму, график. По оси Y мы отложим скорость, полученную из этого доплеровского сдвига, а по оси X расстояние, которое мы получаем при помощи цифи. И мы видим такой набор точек, которые Хаббл интерпретировал в то время как прямую линию. То есть он провел прямую линию по этим точкам и нашел закон Хаббла. То есть скорость пропорциональной расстояния. И коэффициентом пропорциональности является постоянная Хаббла. Он нашел эту постоянную в 1929 году равной 500 км на секунду на мегапарсек. Что такое мегапарсек я чуть позже скажу, хотя он написан здесь. Ну то есть это примерно 3 миллиона световых лет. Значит вот это число 500 км в секунду многих озадачило в то время. Потому что это означало очень легко из этого числа получить оценку для времени жизни всей Вселенной. И оказывается, что она должна жить меньше миллиарда лет. Ну или около миллиарда лет. А мы знаем, что у нас Земля уже старшая как минимум. И как-то это не очень вязалось, что мы получились немножко раньше, чем сама Вселенная образовалась. И сегодняшнее состояние дело такое, что сегодня это постоянно измеренно оказалось 70 км в секунду. И это уже не имеет противоречия с другими наблюдаемыми. Вот. Итак, он обнаружил такую закономерность. Чем дальше звезда, тем выше ее скорость. Можно задать такой естественный вопрос? Дим, можно? Если слово звезда на галактику заменить, будет еще раз правильнее. Потому что иначе люди смотрят ночью на небо и у них все удаляется. За них страшно. За людей. За людей. Хорошо. Итак, все звезды от нас улетают. Да, вот вы можете меня спросить. Означает ли это, что мы находимся в центре Вселенной? Ну то есть мы видим звезды, которые вокруг нас, и каждая из них от нас улетает. То есть кажется, что мы находимся в центре Вселенной. И ответ на самом деле не обязательно. Но те, кто эгоцентричный, он, конечно, может решить, что так оно и есть. Потому что он же здесь живет. Но если на это посмотреть, так сказать, без этого эгоцентризма, то можно найти другой ответ. На самом деле вовсе не обязательно, чтобы мы находились в центре Вселенной. Достаточно всего лишь предположить, что Вселенная однородная. Это означает, что она одинакова. На больших макроскопических расстояниях, которые там на самом деле порядка сотен мегапарсек. Что она на этом расстоянии, на размерах сотни мегапарсек, такая же в разной точке Вселенной. И вот этого предположения достаточно для того, чтобы сказать, что тогда закон Табла будет справедлив вообще для любой точки Вселенной. Вот действительно, вот на этом графике мы можем это увидеть. Предположим, что мы находимся сейчас в точке А. А вот это вот звезды или галактики, как вам больше нравится. Стрелочкой показана их скорость направления и длина стрелочки, величину этой скорости показывает. Вот мы видим точку B. Здесь вот звезда летит направо. Точку C. Звезда летит тоже направо, но уже со скоростью в два раза больше. Все это в такой решетке располагается. Перейдем в другую систему отсчета. Например, связанную с точкой B. То есть теперь у нас B покоится. И если мы предполагаем, что Вселенная однородна, то мы должны в этой точке видеть точно такое же распределение. Это означает, что теперь точка А будет удаляться налево. Вот эта вот точка в два раза больше скоростью будет лететь, точка C и так далее, и так далее. То есть это простое графическое или математическое упражнение говорит вам, что однородность Вселенной достаточна для того, чтобы такой закон равномерного удаления или пропорциональное расстояние возрастания скорости каждой звезды был справедлив для любой точки Вселенной. Но что это означает? Что означает из двух наблюдений? Первое наблюдение самой этой примерности Хаббла, а второе гипотезе, то есть это гипотеза, как мы пока думаем с вами еще, об однородности Вселенной. Из этой немедленно следует, из этих двух вещей, что Вселенная расширяется. Если мы действительно в любой точке Вселенной видим, что все удаляется, куда бы мы не перешли, то единственное возможное объяснение этому может быть, что вся Вселенная расширяется. Это означает, что вчера она была меньше, чем сегодня, миллион лет назад меньше, чем вчера, и так дальше. И вот мы будем продолжать вот эти вот отщелкивания назад, пока не придет в какой-то момент времени, когда размер ее станет ноль или около того. И что это означает, что мы придем в какой-то момент времени, когда размер ее будет равен нулю? Что было до этого момента? Или что было в этот момент? В этот момент ответ такой, большой взрыв произошел. Что было до этого момента, сказать сложнее. Вот. Но в этот момент наверняка должен быть большой взрыв, который и объясняет сегодня расширение или вот это вот разлетание всех звезд и галактик. А был ли нулевой размер? Может быть и не был. Не было. Погодите. Я же как школьник на вас знал. А вы все, что знаете, сразу рассказываю. Вы скажете про мировой роду. Итак, значит, мы пришли вот чисто логически, умозрительно, к такому выводу, что было начало времен. Был момент времени, когда времени еще не было. Этот вопрос, этот вывод, да, немедленно вызывает миллионы вопросов. Вот один из них уже Сергей Иванович озвучил. И вы сразу можете начать задавать, как почему, да, что взорвалось, почему взорвалось, почему из того, что взорвалось, получилось то, что есть сегодня, а что было до того, как взорвалось. И куча таких вопросов. Вот. И космология это та нога, которая пытается найти на эти и подобные вопросы ответы. То есть вот таким образом мы это пытаемся определить. Теперь, каково современное состояние закона Хаббла? Вот на левой картинке показана скорость, да, скорость в километрах в секунду, а здесь расстояние в мегапарсетах. И вы видите, что сегодня этот закон действительно очень-очень похожа, что очень хорошо работает до расстояния вплоть до почти 700 мегапарсет, то есть до очень больших расстояний. И вот этот вот красный квадратик здесь слева, это та область, которая была доступна Хабблу в 1929 году, где он обнаружил свой закон. Сегодня очень интересно заметить, что он... Это как раз вот сегодня, по современной доктрине космологической, это как раз та область, где сегодня на самом деле не ожидается, что этот закон должен работать. То есть он обнаружил его там, где он работать не должен был. Вот. Красавчик, я согласен. Да, Данила. Ты в порядке. Так вот. Ну, понятное дело, что если вы проводите прямую линию здесь, то вы можете измерить постоянную планку. И это измерение производилось не только в 1929 году, или сегодня, в 2011 году. Это производилось непрерывно. И вот на этом графике показано изменение измеренного значения постоянной планки, как функции... Абсолютно. Абсолютно. Хаббла. Ладно, спасибо, что вы меня поуправляете. Постоянная Хаббла как функция времени публикации. То есть вы видите, что сам Хаббл начинал с таких значений амбициозных, как 600 км в секунду в мегапассет. Все это постепенно уменьшалось, и сегодня, во-первых, много измерений здесь, и все они более-менее стабилизировались в районе 70 км в секунду в мегапассет. Вот вопрос студента мне, Сергею Ивановичу. Почему, как вы думаете, со временем меняется постоянная Хаббла? Точнее, верьте стали. Считай. Понятно почему. Ну кому понятно почему? Переписывают друг у друга. Ну давай, скажи, скажи. Потому что чем дальше в лактике, тем быстрее начинать результаты можно. Ты же на предыдущей. То есть твое... Действительно, что это есть действительно настоящая закономерность, да? Нет, но если все верно, то все верно медленно ее взлетается. Нет, почему она меняется? Почему она вообще меняется? Почему она здесь меняется? Почему она здесь меняется? Потому что рископ увеличивается, мы можем дальше видеть, можем лучше стране. Правильно. Вот, потому что мы стали расстояние измерить точнее просто стали. Ну да, то есть действительно это в основном инструментальные улучшения, улучшения наших знаний о том, как мы можем определять расстояние до звезды, скорости. Если бы это было инструментальные, то точки были бы по обе стороны. Так как причем люди. И здесь есть, вот самое важное, что я из этой картинки хотел вам сказать, что здесь есть человеческий фактор. Как он объясняется? Ну, опять, что значит объяснять? Не то, что я его в ПДГ вычитал, как я его сам себе объясняю. Хаббл. Он был смелым человеком. Он построил двухсквейнометровый телескоп и сделал первое измерение. Потом у него появились ученики и последователи, которые, может быть, уже тогда были более аккуратными экспериментаторами. Может быть, тогда они уже видели, что на самом деле там 70 километров или может быть, около того. Но это отличалось 10 раз от авторитета. Они сказали, ну, вообще говоря, я вижу вот это, но если подправить немножко эффект аппаратуры, то он где-то здесь. Вот. И Хаббл хмурил брови. Они говорили, еще я увеличу усы. Так-то ладно. Потом Хаббл и мы. Появились другие люди, которые были учениками этих учеников. И они спускались вниз. Через некоторое время появляется человек вот типа Коля Анфимова, для которого авторитетов нет вообще. Он просто берет его, меряет и говорит, вот я померил 70 метров. Ему говорят, а Хаббл померил 600. А он говорит, а кто это такой Хаббл? Вот. И сказал он так уверенно и довольно агрессивно. И воспитатели сказали, люди так пожали плечами, действительно, был ли Хаббл? И говорят, ладно, фиг с ним, Коля. Вот давай. Считай, что 70 километров. Вы думаете, это единственная картинка такая? В начале ПДД есть страничка, и там, где-то почти половина всех основных параметров, но есть точно такое же поведение. Абсолютно верно. Время жизни нейтрона, постоянной фермии. Время жизни лямда гиперона. Все они показывают вот такие странные, закономерные... Нет, есть даже вот такие вот со временем публикации. Какой из этого хотел бы вывод сделать я? Лучше будьте вот как Коля Анфимов. Померили и черт с ним схавал. Показывайте, что есть. Теперь давайте немножечко поговорим про размеры, какие участвуют в современной физике, особенно в космологии. Потому что космология связывает все размеры, какие есть сегодня. От самых маленьких до самых больших. И имеет смысл эти единицы измерения перевести из одной в другую. Значит, то, что нам знакомо из повседневной жизни, это размеры типа сантиметров. Ну вот карандашик, например, толщина карандаша это около сантиметра. Я не мог обойтись без девушки. И она, в принципе, даже почти одета. Значит, ну вот здесь, конечно, речь не о ней, а о волосе. Значит, толщина женского волоса пять тысячных сантиметра. Вот это тоже надо иметь в виду. Самое тонкое, что сделал человек, это не микрочип, это мыльный пузырь. Толщина его как раз микром, здесь минус шестой сантиметра. Как же нанотехнологии? У тебя минус шестая метра микрона. А, да, это одна тысячная микрона. Правильно. Это как раз здесь нам. Здесь не гал. И пузырь на самом деле не так далеко отстоит от размера атома. Размер атома всего лишь 10-8 сантиметра, то есть всего лишь в сто раз меньше, чем толщина пузыря. Или другими словами, стенка пузыря состоит примерно из ста атомов. Внутри атома у нас маленькое ядрышко и размер этого ядрышка характерный. Здесь минус 13 сантиметра для протона. Ну и дальше он растет в зависимости от атомного номера. И чтобы вам было яснее представить, что это такое, если поставить в центр большого стадиона у Эмбли яблоко, то орбита по стадиону, самый верхний эрбигун, это будет как раз та орбита, по которой летает электрон. А яблоко сидит в середине. И наконец дойдем до самого маленького масштаба. Это планковский масштаб. Он на 20 порядков меньше, чем радиус протона. Это здесь минус 33 сантиметра. Теперь давайте пойдем вверх. Размер земли, то есть радиус земли это 6 на 10 восьмой сантиметра. Расстояние от земли до солнца, которое называется одной астрономической единице, равно 150 миллионов километров или 1,5 на 10 в 13 сантиметрах. Значит, теперь нам нужно ввести такую величину, как парсек, которая, ну вот, сейчас я скажу, что такое парсек, вот его определение, 3,1 на 10,18, ну это у Иванович тоже уже было, разумеется, на 10,18 сантиметра или 3,6 световых вода. И вот характерные числа. Проксима находится от нас на расстоянии 1,3 парсека. Альфа созвездие Цитавра на каком-то на каком расстоянии. Мы находимся в 8 килопарсеках центра нашего Млечного Пути, а сам Млечный Путь имеет диаметр диска порядка 30 килопарсек. То есть диаметр нашей Галактики 30 килопарсек. Дима, ты не напомнишь, из каких соображений вот эта цифра 3,1 на 10, у нас сейчас это все время я это значит лучше всего спросить Сергея. Это какой-то параллакс размеров. Очень просто, да. Ну вот этот пример с пальцем, с одним глазом, с другим угловое смещение какое-то. Мы измеряя расстояние до звезд смотрим с одной и другой стороны земной орбиты. Соответственно нам важен угол, под которым со звезды видна земная орбита. Если угол равен одной угловой секунде, то расстояние равно один парсек. Поэтому парсек больше, чем астрономические единицы в 206 265 раз. Это число секунд в радиале. Ну, собственно, еще. Ну, поэтому автоматически если вы меряете параллакс, вы намерили параллакс одну тысячную секунду расстояние тысячи парсек. Намерили там 0,1 секунда расстояние 10 парсек. Очень удобно. Окей. Значит, расстояние до ближайшей от нас галактики, то есть вот если наша галактика в вечный путь находится вот здесь, то... как шоколад. Конечно, интересно, что теперь по-другому смотрят. Через шоколад у нас, да. Шоколад есть, через батончик. Да. Расстояние значит до ближайшей к нам галактики М31 или это большому дивану облако 900 тысяч парсек или 900 килопарсек или сантиметров это примерно 10-23 сантиметров. Ведь как мы стремительно увеличиваемся в размерах. Значит вот теперь можно посмотреть на скопление галактик, то есть галактики они образуют для себя скопление, а потом скопление образует суперскопление и дальше наконец закончится, не переживайте. В этот момент мы закончим. Значит размеры типичных скоплений это примерно 2-3 уже мегапарсека, то есть 2-3 на 10-24 сантиметра и расстояние до ближайшего скопления галактик от нас это 12 мегапарсек. Размеры сверхскоплений 10-50 мегапарсек или 10-25 сантиметра. Ну и наконец размер всей видимой вселенной, вот вся вселенная закончилась, это 1,5 гигапарсека, то есть 10-27 сантиметра. Ну а теперь вы можете мало, хорошо. Значит теперь вы можете сравнить вот эти два числа, то есть вот с чем имеет космология сделать 10-27 сантиметра размер с как бы видимой частью. 28 должна получаться точно. Точно? Ну а нет, 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 27 нет, нет, нет. Ну хорошо, бог с ним. 8 Значит размер вот этой видимой части вселенной и размер самой маленькой какой у нас физики о которой мы можем говорить отличается друг от друга на 10-60 раз. И вот космология в принципе имеет дело со всей физикой размера которой отличается в такое огромное число раз. Итак, значит попробуем дать апдейт определению космологии что это такое это наука вселенной и о ее эволюции от начала до сегодняшнего дня и далее. И эта наука стыкует всю физику от масштабов как я сказал 10-33 до 10-27 сантиметров и под этой физикой я имею ввиду квантовую физику физику элементарных частиц и гравитации. Это собственно и делает эту науку очень интересной потому что чтобы в ней успешно работать нужно задействовать так много разных знаний. Так вот что эта наука нам сегодня говорит об истории Вселенной. Говорит она нам следующее что Вселенная сейчас расширяется звезды тем краснее чем они от нас дальше это эффект Доплера это означает как мы уже с вами выглядел логически что Вселенная не была вечной она родилась около 13,7 миллиарда лет назад опять кто-то может сказать что это на самом деле мало у нас Земля живет если они путают 5 миллиардов лет и всего лишь 13 на 14 миллиардов лет назад вся Вселенная образовалась возраст солнца 4,6 миллиардов лет и возраст Земли 4,6 5 миллиардов что же произошло 14 миллиардов лет назад и как об этом сегодня узнают это то, о чем я хотел бы сегодня рассказать на больших масштабах и под большими масштабами в космологии понимается масштаб от размера суперскоплений около 100 мегапарсек Вселенная однородная и средняя плотность Вселенной очень маленькая это 10-29 грамм на пубический сантиметр что соответствует грубо говоря одному протону на кубический метод полный вес всей Вселенной 10,5 тонн а как это посчитали об этом сейчас говорить ну вы прямо как школьный учитель скажите мне центробежные силы не существуют значит этот вес Вселенной в момент рождения у него есть две опции либо он бесконечен и это теория большого взрыва придуманная Гаммолом или всего лишь меньше миллиграмма это инфляционная теория при этом может быть самое удивительное из утверждений космологии это что вся энергия Вселенной равна нулю как это можно понять правильно гравитация получается гравитация правильно то есть если сложить всю положительную энергию все массы ну собственно больше там ничего нет и всю отрицательную энергию за счет гравитационных взаимодействий то все вместе по утверждению равно нулю непримерно а вот строго а масса складывает С квадрат ну С квадрат это если она покоится лучше складывается ну да но я в смысле что я релятивист релятивист он будет равен полный заряд да считается что полный заряд тоже равен электричный вот из чего сегодня Вселенная состоит ну вот я думаю что этот урок вам показывали сегодня Петя да показывал значит это еще одно такое удивительное утверждение то есть что с вами состоим мы то есть из атомов а Вселенная из этих атомов состоит всего лишь на 4,5% темной материи при этом 23% ну что такое темная материя да у нас и сегодня уже как раз об этом были доклады но я чуть-чуть еще об этом скажу и темная энергия еще более загадочная величина она значит Вселенная сделана на 72% однако вот такой пирог такое распределение между этими ингридентами не было всегда это сегодня так а 13,7 миллиардов лет назад когда Вселенная была всего лишь возрастом 380 тысяч лет после того что там она была совсем сделана совершенно из других вещей темная материя в этом составляла 63% да сейчас 23% темной энергии вклада не было вообще атомов было 12% фотонов 15% и нейтрино было 10% то есть из этого вы можете сделать вывод уже да что и нейтрино и фотоны и темная материя собственно говоря и определяли эволюцию Вселенной с того момента до сегодняшнего дня а сегодня уж так сложилось что вклад всех этих частиц мизерный и куда нейтрино делается и куда нейтрино делается давайте дальше то есть это заявление выглядит парадоксально что доля обычного вещества в общей массе всего лишь 4% а остальное приходится на что-то такое непонятное значит вот на этой картинке мы попробуем с вами рассмотреть сейчас я вот посмотрю да на этой картинке имеет смысл немножко задержаться не спеша и попробовать рассмотреть вот сегодняшнюю парадигму но я тоже хотел бы сделать такое как бы сказать предупреждение что было замечательное высказывание льва на тему космологии он сказал что космология никогда не сомневается и очень часто ошибается то есть как только что-то понято более-менее связано космологи тут же набывается значит воздуха начинает об этом рассказывать как будто бы тут все уже нечего обсуждать потом через некоторое время обнаруживается какая-то большая проблема они на некоторое время сдуваются потом появляется опять в этом же состоянии то есть то что я вам сейчас расскажу это сегодняшняя парадигма которая может быть через какое-то количество времени будет там вся исправлена вот значит и так что было про сегодняшнюю парадигму сказав все это ну вот был какой-то момент начальный момент времени когда чего-то бабахнуло значит поедем чего-то сегодня понимается вообще такая эхимерная сущность как какое-то поле вот как мы рассматривали сегодня на лекциях скалярное поле еще чего то вот об этом скалярное поле бабахнуло энергии ее была этого б odpow на нулю но так случилось почему то почему никто не знает что эта энергии вся нулевая разделилась на две части на положительную энергию огромного количества частиц и на отрицательную гравитационную энергию этого же количества частиц а дальше только вот такое странное разделение произошло почему никто не знает все это начало развиваться по некому сценарию который сейчас попытаюсь объяснить но вот этот вот вот эта картинка с нулевым возбуждением на самом деле она вполне симпатично потому что вот я например теперь представляю опять-таки до тех пор пока не произойдет апдейт этой картинки представляю картинка следующим образом то есть раз это может произойти с любым каким-нибудь там скалярным или любым другим полем до которого в том числе есть в нашей комнате и мы можем предположить что может быть прямо и в нашей комнате в эту секунду многие вселенные рождаются только в этот момент они рождаются и появляются новые измерения пространственные временные просто с ними не соприкасаемся и в это время уже куча вселенных рождается умирает и так далее может даже себе представить картинку еще более ужасно сидит себе допустим такой маленький мальчик и плещется в тазике у меня есть дети для меня это картинка близка он плещется в тазике там мыльные пузыри и эти мыльные пузыри вполне могут быть вселенными он даже не замечает об этом и мы вам на в этой вселенной не знаем что наш бог это маленький мальчик который играет этими самыми пузырями они там рождаются схлопываются и так все это происходит и что такое время об этом в этой картине тоже не вполне понятно для нас проходит 30 миллиардов лет а для него это секунда вот такая картин на самом деле тоже может быть вот вы о ней подумайте потом была очень короткая стадия которая сегодня называется стадии инфляции это когда вселенная из практически точки или из очень маленького размера выросла сразу экспоненциальным образом во много-много раз и стала довольно таки большой и это произошло со временем 10 минус 32 секунды значит вот этот вот маленький вот этот участок времени это то что внесла сегодня инфляционная теория и она позволяет решить ряд проблем которые были бы если бы просто из этой точки бабаху больше ясно значит что это за проблема я вам расскажу если вы только спросите сейчас об этом неважно и вот через 10 минус 32 секунды начинается более-менее та физика которую мы сами на этих лекциях на этой школе и университете более-менее слышали то есть это начинается уже обычная физика в которой есть кварки лептоны переносчики взаимодействия и так далее и все это существует виде некого кваркового супа никаких конечно здесь нету адронов то есть это все вот был пример парк леонной плазмы который сегодня пытается найти на лэйси или на других фабриках таких как бэр там у нас тут не пытается построить вот в общем это вот был такой кварковый суп через одну секунду примерно после этого большого взрыва все это начало вымязать и начали образовываться нормальные частицы типа протонов и электронов в общем из этой неаппетитной смеси через некоторое время образовались протоны и нейтроны и электроны вселенная после того как все это бобахнуло продолжала расширяться вот и продолжала расширяться и тем самым остывала вот и в течение вот довольно длительного промежутка времени от одной секунды до 380 тысяч лет произошло очень много интересных событий на самом деле я вам сказал да что образовались нейтроны и протоны и масштаб времени здесь как вы видите ну скажем так 400 тысяч лет а кто знает сколько времени живет нейтрон вот эти самые нейтроны они здесь жили если бы вселенная была не такая изначально не из того состояла из чего она состояла они бы успели распасться все за эти 15 минут у нас бы с вами не было да потому что мы не могли бы состоять из одних протонов они бы рассталкивались друг от дружки не было бы звезд не было бы насти никого вот каким образом каким образом эти нейтроны выжили они успели спрятаться ядра то есть происходили ядерные реакции протоны сталкивались с нейтронами и превращались в ядра из гетерия а потом в гелия а гелия уже слава богу стабилен Настя какая энергия связи гетерия ммм уже несколько электронов не знаю два и два мега электронов правильно вот то есть это эти были ядра уже стабильные и их не могли развалить другие ядра которые в это время рядом летали потому что вселенная к тому моменту уже успела подостыть будь она в тот момент погорячее то есть если бы все развивалось не совсем так они бы опять развалились и опять бы нас не было вот то есть вот эти вот штуковины такие как образование вещества из которого состоят звезды а потом уже из этих звезд стали состоять мы на самом деле очень очень чувствительно к тому из чего состояла вселенная из темной материи темной энергии нейтрины другого из всех этих параметров вот ну хорошо вот они успели нейтроны спрятаться образовались ядра легкие а потом вселенная остывала еще до какого-то времени и стали образовываться атомы то есть протоном подцепляться стали электроны и стали образовывать атомы водорода но в той же самой плазме существовали фотоны которые эти атомы разваливали они потом соединялись вновь развалились и соединялись вновь но в какой то момент времени вселенная остыла настолько что у фотонов уже не хватило ни энергии ни то что называется сечением или вероятностью этого развала ни наконец концентрации то есть концентрация фотонов упала энергия фотонов упала и в этот момент эти фотоны остались так называемыми замороженными то есть они отморозились от вещества отделились и продолжали уже лететь каждый куда летел и с тех пор и произошло это вот как раз в эту героическую эпоху в 380 тысяч лет после большого взрыва и эти те самые фотоны вселенная вот в тот момент была размером примерно 1 мегапарсек и вселенная с тех пор расширилась примерно в тысячу раз как я сказал размер вселенной примерно 1 мегапарсек вот и фотоны в свою очередь остыли примерно в тысячу раз то есть вот та температура которая у них была тогда это было порядка 3000 кельвин это была та самая температура когда это видите кстати сопоставимо с температурой поверхности солнца где тот же самый водород светит там 6000 здесь 3000 кельвин вот и вот с тех пор вселенная расширилась тысячу раз температура у них упала в тысячу раз соответственно сегодня эти фотоны имеют температуру порядка 3 кельвин и представляют из себя реликтовые фотоны эти самые фотоны которые сегодня зарегистрированы и за которые дали уже 2 нобелевские премии пока не менее и дойдут еще скорее всего ну вот к этому реликтовому газу мы еще вернемся потому что он очень важен я вас пока попрошу просто запомнить что вот в этот момент существовали фотоны фотоны в таком термодинамическом равновесии с атомами ну а дальше вселенная продолжала остывать атомы продолжали кучковаться начинали кучковаться друг с другом стали образовываться скопления большого количества вещества потом это скопление превращалось в ядра галактик потом из них уже стали образовываться собственно говоря галактики звезды и звезды живут вот как прекрасно рассказал нам Сергей живут довольно таки в конечное время и при взрыве звезды значит энергетика звезды позволяет произвести вещество вплоть до железа и поэтому именно благодаря взрывам сверхновых мы с вами существуем потому что если бы опять таки не было железа нас бы тоже с вами не было то есть на самом деле мы все это остатки сверхновых ну вот и вот такая вот более грубая картина которой вот до сегодняшних дней мы дошли да вот из этого вот не буду говорить свой суп до сегодняшнего времени и сегодня это значит примерно 14 миллиардов лет после большого взрыва вот как я сказал на всю эту эволюцию очень сильным образом влияет темное вещество темная энергия и другие ингредиенты каким образом видеть темную материю и темное вещество я бы хотел об этом сказать немножечко просто чтобы дать такое качественное представление хотя Петя Тинников про темную материю уже прекрасно рассказал но из презентации слайдер не выкинешь так что значит что такое темная материя или темное вещество в этом принципе нет ничего мистического это просто вещество может быть обычное может быть и необычное которое просто не светится поэтому мы его не видим но поскольку оно есть оно проявляет себя по гравитационному влиянию то есть у него есть масса и мы его можем таким образом видеть каким образом мы его видим значит первое это то что буквально на прошлой лекции было у Ивановича первое это такие так называемые ротационные кривые галактики вы видели эту картинку третий раз ну вот теперь вы ее запомните то есть вот смотрите если у вас есть какая-то галактика каждая звездочка здесь ярко светится и вы берете какую-нибудь звезду и измеряете ее скорость по доплеровскому смещению измеряете расстояние от центра галактики и строите график значит что вы ожидаете что если эта звезда находится внутри светящегося диска то есть который вы видите то есть внутри этого вещества галактики то из тривиальных соображений которые может быть на дискуссионной сессии я вам предлагаю вывести мы можем еще вывести это с вами скорость каждой звезды будет просто пропорционально радиусу то есть расстоянию от центра галактики как только мы уходим за край галактики то мы ожидаем что скорость теперь у этой звезды будет обратно пропорционально квадратному корню из радиуса то есть то что мы ожидаем это вот такую вот зависимость линейно растет потом начинает как единица на корень из зерк падать то что мы видим мы видим совершенно другое мы видим что это кривая которая продолжает по себе расти и расти и это есть одна из интерпретаций вот такого странного поведения то что на самом деле вокруг вот этого светящегося вещества и внутри него есть очень много темного вещества которые не светятся и именно поэтому оно дает но оно тем не менее дает вклад в эти ротационные кривые значит по оценке вот для вот этой конкретно галактики М33 темного вещества должно быть в 10 раз больше примерно чем светящегося вещества что неплохо согласуется с сегодняшним распределением темного вещества и барионов то есть 23% и 4% значит каким образом еще можно увидеть темную материю это по гравитационному линзированию и микролинзированию что это такое? что это такое? а я светую на нее? она не улетает? ну опять-таки значит значит я конечно мне даже неудобно это показывать но я имею ввиду что вы все конечно хорошо знаете общую теорию относительности но если бы вы ее не знали а были школьниками то я бы объяснял вам так вот возьмем простыню внутрь этой простыни положим тяжелый камень простыня искривляется теперь мы положим сюда какой-нибудь маленький камушек и этот маленький камушек начинает двигаться по таким вот закручивающимся геодезическим линиям вокруг вот этого тяжелого камушка вот и это качественное пояснение того как вещество, энергия искривляет пространство-время и каким образом частица имеющая энергию движется по таким искривленным геодезическим линиям эту картинку полезно иметь в уме потому что она уже активно используется в современной космологии а именно в эффекте гравитационных линий значит в чем заключается эффект гравитационной линии он заключается в следующем что представим себе что у нас есть какой-то источник света который светится здесь находимся наблюдателем то есть мы вот если бы здесь не было никакого вещества то свет проходил бы по прямой линии от светящегося вещества к нам и мы бы его видели таким образом если бы свет а свет излучается, например, равномерно во все стороны там в 4π геометрию если бы свет излучался, например, куда-нибудь сюда вбок то мы бы его не видели потому что он просто мимо нас летит но если здесь находится какое-нибудь гравитационное тяжелое гравитационное тело то тогда тот самый свет, который раньше летел куда-то вбок он начинает искривляться по геодезической линии и умеет шанс попасть к нам и тогда мы бы видели с вами увеличение яркости этого объекта и в зависимости от того, как этот объект выглядит вот этот темный гравитационный мы бы видели разную картинку например, если бы это был сферический объект то мы бы просто видели светящийся объект в центре и потом вот такие вот кольца Эйнштейна, которые называются то есть вот такие вот еще кольца вокруг если вот эта вот линза да, будем теперь ее называть вот эта гравитационная линза имеет вытянутую форму то тогда предсказывается, что то, что мы видели было бы видно в виде такого креста это называется, соответственно, крест Эйнштейна ну и наконец, если вот эта вот линза имеет вид такой рыхлый то есть состоит из большого количества маленьких объектов то мы бы тогда видели такие маленькие дуги, которые вокруг вот светящегося главного тела здесь видны вот эти вот маленькие такие дуги вокруг вот этого были бы видны удивительно, что сегодня видны все эти самые примеры то есть у космологов или астрофизиков есть все эти примеры вот пример кольца Эйнштейна вот здесь разные эти кольца это уже здесь 19 гравитационных линз новых обнаружено здесь даны ссылки, куда вы можете посмотреть пробоваться на эти все кольца есть и крест Эйнштейна и его соответствующее название которое вот нужно если вам зато посмотреть есть галактические дуги показаны здесь все эти объекты на самом деле уже обнаружены а тем самым значит обнаружено что есть темное вещество может быть его мало по сравнению с тем сколько нам требуется но оно есть, это уже неплохо что это за вещество пока сказать нельзя вот есть еще удивительный пример столкновение двух галактических кластеров который привел к образованию супергалактического кластера вот это вот столкновение двух этих кластеров значит и что произошло активное, обычное вещество оно столкнулось и вот находится вот здесь вот в центре этого кластера а темное вещество оно более слабо оказывается связанным с обычным веществом и оно осталось вот каждый вот здесь с краев и это вот реконструированная картинка которая сегодня видна и это вот сделано при помощи двух телескопов Хаббл и Чандра вот, наверное, одно из самых убедительных свидетельств использования в существовании темной материи приведено вот на вот этой картинке здесь показано кольцо из темной материи вокруг значит это было сделано группой американских, европейских и израильских астрономов при помощи телескопа Хаббл вот значит это вот кольцо здесь можно прочитать слова сформировалось примерно 1-2 миллиарда лет назад в ходе чудовищного столкновения между двумя массивными галактическими скоплениями вот статья направлена в астропатику Физик Джордж то есть есть ряд весьма сильных указаний на то, что темная материя существует я уверен, что Петр проводил еще свои собственные указания значит из чего но что такое темная энергия еще хотел бы сказать вот здесь ситуация менее ясная потому что если с темной материи еще более-менее можно представить что это просто какое-то вещество может быть мы даже не знаем что за вещество но тем не менее какие-то частицы то что такое темная энергия никто толком не знает но выглядит так что вакуум не пусто обладает энергией это вот то, как это выглядит следующая странная вещь что оно обладает отрицательным давлением то есть оно стремится расталкивать галактику то есть антигравитивы отрицательное давление на самом деле не такая редкая вещь оно, например, существует все в том же мыльном пузыре это поверхностное натяжение оно создает внутри мыльного пузыря отрицательное давление вот но каким образом то есть я вам сказал такую вещь да, вот есть темная энергия вот 72% но вы, конечно, должны меня сразу спросить ну а с чего бы это все не вы а они все это взяли ну вот давайте попробуем понять откуда они узнали такие странные вещи значит первое что мы все с вами живем нужно сказать в гигантской микроволновке да вот здесь вот приведена типичная микроволновая печь типичная микроволновая печь чистота внутри этой микроволновой печи точно такая же как частота реликтовых фотонов о которых я вам говорил в начале лекции то есть это те самые фотоны которые остались после того как свет отделился от атомов да вот и с тех пор они остыли в тысячу раз и стали реликтовыми фотонами и частота у них как раз вот это вот сколько там примерно 2,5 гигагерца такая же как в микроволновке конечно вы можете сразу же задаться вопросом почему мы до сих пор не жарились как это происходит с курицей например в микроволновке ну вот я сделал такие оценки можете меня перепроверить значит оценка следующая что мощность излучения вот этого реликтового фона в размере в объеме такой вот микроволновой печи по порядку величины это 4 на 10 минус 8 ватт на квадратный сантиметр это вот для таких вот размеров я взял микроволновой печки это плотность потока извиняюсь плотность потока да с энергией каждого фотона 3 кельвина а мощность которая вот в этом потоке существует это 6 на 10 минус 6 ватт что вроде бы выглядит ничтожно малым по сравнению с характерной мощностью внутри микроволновки которая 1000 ватт то есть мы на 10 порядков примерно в более слабой микроволновке живем но тем не менее может быть она оказывает какое-то влияние и на эволюцию нашей планете вот по крайней мере мы знаем сегодня что этот реликтовый фон дает примерно 25% вклада в белый шум в телевизоре когда у нас есть шум в телевизоре белый 25% из этого шума идет вот этот реликтовый фон здесь показан спектр реликтовых фотонов по длине волны и он прекрасным образом совпадает со спектром черного тела абсолютно черного тела итак вот это реликтовое излучение с температурой около 3 кельвин идет к нам со всех направлений как мы уже договорились это тот самый замороженный свет который остался после трехсот восьмидесяти тысяч лет после большого взрыва после большого взрыва значит открыто это было опа я забыл его звать кто таким музыкальный мы все поняли так не пойдет бензиас явился бензиас явился бензиас явился бензиас явился которые вообще просто настраивали свой радиотелескоп совершенно для других целей и никак не могли устранить этот фон связанный с электронным излучением они вертели его в разные стороны и видели что фон неустранимый куда не вертишь отсюда он идет отовсюду идет ну и на их счастье случился рядом теоретик из Принстона который знал Гамова который в свою очередь этот фон предсказал и они очень быстренько их сориентировали на то что нужно именно этим и заниматься а не то чем они собирались раньше и они получили за эту нобелевскую премию вот нобелевская премия это была первая естественно на эту тему но вот мне очень нравится формулировка которая была дана Нобелевским комитетом за величайшее научное открытие которое когда-либо было сделано да то есть конечно звучит удручающе по отношению к следующим поколениям но это не ко мне это с сайта можно найти я все время говорю про 3 кельвина на самом деле это конечно приблизительное число более точное число это 2,7 или 2,725 кельвин значит как я сказал это реликтовое излучение равномерно со всех сторон на нас летит и это хорошо еще более хорошо и неожиданным оказалось то что все таки оно летит не совсем равномерно если смотреть на два участка неба вот возьмем небольшой угол порядка скажем одного градуса между этими двумя моими пальцами да и посмотрим на два участка неба то температура с двух участков неба отличается в пятом знаке то есть 2 на 10 примерно на 10 минус 5 кельвин то есть она почти везде равномерна но с точностью 100 тысячная кельвина она все таки отличается важно то что экспериментаторы промерили это число с очень хорошей точностью это не есть флуктуация не ошибка эксперимента это число действительно отличается на такую величину и вот самое удивительное что вот из этого маленького отличия последовали такие глобальные выводы которые гораздо более важны чем само обнаружение реликтового фона и то что оно равномерно сейчас я попытаюсь об этом рассказать ну вот здесь я на этой картинке хотел показать два наиболее важных эксперимента в этой области исторически которые были это КОБЭ и WМЭП значит КОБЭ эксперимент он уже видел вот эту вот разницу температуру более горячим это красная более холодным синяя вот WMAP это гораздо более точный эксперимент который видит все то же самое но гораздо более точно и если это сравнивать вот в роддоме опять таки возвращаясь к старой тени если вот это вот ребенок и вот если бы мы видели его при помощи инструмента КОБЭ то он бы выглядел вот так то есть можно понять что это не полено а ребенок но при помощи инструмента WMAP вы не только видите что это ребенок и вот полнациональности вы видите даже номерок на его или там ну я не вижу но я должен сказать что вижу а не знаешь я просто никогда не видел такую пару картинок все таки вот это реальная картинка КОБЭ или это сблуренная картинка WMAP а что значит сблуренная ну замазанная нет ну не знаю я ее я ее я просто не знаю и тут в связи с этим опять таки да да сблуренная гауссов блуд просто нет ну а что вы его блурить на него намерили ну что показать разницу ну просто размыл ну окей почему не слишком я не знаю то есть вот это вот на самом деле находится на сайте WMAP эта картинка можно ее посмотреть нет ну может быть я же не знаю то есть они это приводят как раз в пользу того что вот мы не зря старались да но я не представляю например на LHC да вот если бы например они взяли что-нибудь измерять взяли какое-нибудь сечение померенное например Насте и так его сблурили и сказали бы вот вот видите как плохо а вот мы сделали гораздо лучше я думаю Настя она бы возмутилась да нет 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 они же свою энергию в море а тут скажут обо мне остановиться да да я говорю да поскольку вот это вот период времени это в районе 10 лет разница между ними то есть это люди это даже одна и та же команда ну я в общем не знаю я бы не сказал что они прямо в глурили хотя они же понимают что все значат но что бы это ни было важно еще вот здесь упомянуть вот о чем ну у нас был российский эксперимент кто знает какой который тоже мерил такие анизотропии ты то конечно знаешь и здесь поэтому и находишься и ты сейчас ну что ж да ты выучила в принципе университет дает что знание где искать ты это нашла ну скажи нам пожалуйста Сергей какой эксперимент реликт реликт вот что лично меня я не специалист в том что делал реликт я тоже в интернете с большим удивлением следил за перепиской когда дали Нобелевскую премию КОБЭ за обнаружение реликтового излучения они за тропией реликтового излучения не дали реликту который тоже его как бы видел у нас естественно поднялась волна возмущений в интернете которые возмущали что вот мы гады как правильно он вас называется гады физики нет не гады физики а гады буржуи опять нашего русского человека обидели и не дали значит реликт но за исключение даже всех тех всех тех научных вещей то что они видели совсем не то и с большой ошибкой и так далее что чему там посвящено и они в конце концов меня больше всего поразило другое то что их сегодня спрашивают ну хорошо ладно сегодня вот вы поняли как это все должно быть правильно почему бы не переанализировать человек главный который этим занимался он сказал ну так это было в 90-х годах компьютер с этими данными уже давно потерялся я бы только заодно это не дал физическое небо вокруг нас разворачивано вот эти карты она называется как то Мальвейга Мальвейга? Нет, там какой-то Не помню В смысле, их много там В общем, да Короче говоря, это проекция Со сферы на плоскость Проекция со сферой на плоскость Она всегда делается в виде Не всегда, но ее удобно сделать в виде Элипса Вот вы видите, что Более синие образы Как я уже говорил, они имеют Температуру 270.4252 Более красный 270.4248 В обе начинаются отличия Вот И так, температура вот этого реликтового излучения Одинакова от направления Всего лишь точность сюда 10-5 Гельвин Теперь попробуем понять, почему такое происходит Попробуем понять, почему такое происходит Вот Теперь давайте вернемся В ту самую эпоху 380.000 лет после Большого Взрыва Когда существовал Еще в термодинамическом равновесии Давайте я тоже посмотрю Что там у вас Коби Коби определяем Это непонятно Там только, по-моему, одна неточность В этих цифрах там это дипольный момент От движения по Вселенной А картинки Они там это все уже убрали Так что это немножко может запутать людей Вы хотите сказать здесь Соты кельвина по-моему Это как раз этот дипольный А, дипольный момент это гораздо больше А там уже это меньше А, может быть, да Скорее какие-то микрокельвины Там здесь минус пятый кельвина Ну ладно, хорошо Ну то есть то, что говорит Манкет Это что На самом деле Если смотреть Ну и вот это тоже вот пример того Как космологи могут запросто обмануть Выдавая уже конечную картинку На самом деле если смотреть на небо То там Нейтроликтовое излучение Оно очень сильно анизотропно Оно очень сильно анизотропно Просто за счет того Что наша Солнечная система Движется относительно галактики Это надо вычитать этот эффект Вычитать этот эффект Это очень нетривиальная вещь И там целая сложнейшая наука Вот это вот вычитание Вот этих вот диполий И так далее Но вот за неимением возможности Все это прокомментировать Более профессионально Нам приходится просто верить на слово Что они это умеют делать И что вот сегодня то, что выдается Это уже чистенькая картинка Забычно всего остального Так вот Благодарим себя понять Каким образом вообще такая анизотропия В этом излучении могла возникнуть Значит Объяснение сегодня следующее Что когда существовал этот вот газ Из фотонов и атомов То есть это самый обычный газ В котором Были конечно какие-то Флуктуации температуры Где-то было чуть-чуть погорячее Где-то было чуть-чуть похолоднее Это означает, что Газ это тек из этой области Где погорячее В той области Похолоднее И вообще существовали волны Да Просто обычные волны Даже более того Это были звуковые волны Как мы бы сегодня с вами сказали Так Те самые, которые я сейчас Испускаю Говоря вам это Вот Эти звуковые волны Ходили во Вселенной И какой должен быть характерный Масштаб этих звуковых волнов Ну очевидно, что Длина самой большой звуковой волны Которая там есть Не могла быть больше Размера Вселенной на тот момент А на тот момент Вселенная была маленькой Всего лишь один мегапарсет И как У любой струны на гитаре У которой есть обертона Если у нее есть Основная длина У вас есть Удвоенная Утройная И остальные обертона Так же и в этом газе Должны были существовать Обыкновенные обертона Вот этой вот главной гармоники Теперь Мы Извините Да А у нас же вот это вот Размер для видимого нашего горизонта Какой реально это размер Мы же не знаем Так что как можно Мы об этом говорить Какой был тогда размер Не очень правильно Ну у нас же вот Какой сейчас размер Вселенной Он же только видимый Да На самом-то деле Мы же не знаем какую Правильно Значит длина волны Может быть Правильно Ну хорошо Ты глубже зашел чем Надо было То есть на самом деле На самом деле Там существовали Все длинные волн И гораздо более длинные Чем мегапарсеки Но те Которые были длиннее Мегапарсеки Находились в так называемой Причинно не связанной С нами области Они не могли уже до нас Дойти в виде какой-нибудь Видимой информации Поэтому этот мегапарсек Это есть на самом деле Тот размер Вселенной Видимой Который еще причинно Мог до нас Донести свою информацию Понимаешь? Нет Ну хорошо Зато я отнеслю Закрутал Кончается Вот Так вот смотрите Вот эти вот штуковины То есть вот Это можно себе представить Вот в виде вот такой вот Картинки Где у вас есть Пружинки между шариками Да? И эти шарики просто колеблются Да? Такую простую механическую модельку И вот там где они сжимаются Температура в этот момент Станется погрязнее Там где она растягивается Пружинка похолоднее Это вот как бы тоже Пример тех самых волн Которые ходили И на сегодня Что мы можем увидеть? Мы можем с вами Попробовать увидеть Те самые области Когда свет вот Раз эти волны ходили Ходили И раз он наконец Заморозился И все Температура у них Перестала меняться Они вышли с термодинамической равновесия Значит те фотоны Которые шли отсюда Которые были действительно там Холоднее Они продолжают идти Холоднее Те которые были отсюда Чуть-чуть горячее Продолжают идти горячее И эта картина заморозилась И осталась навсегда Такой Главное что Относительная Разница температур Не меняется С расширением Вселенной То есть Сама температура меняется И относительная Разница между двумя точками Меняется Но Не относительная Разница меняется Но относительная разница Не меняется Вот эта вот та информация Которая как была там заморожена Так она до нас и доходит И это вот то что мы видим А вот теперь Попробуем понять Что из этого можно извлечь Ну видим мы Разница температуры Мы видим газ, в котором ходят волны И чего? Давайте посмотрим Вот этот самый спектр, который они построили Что они построили? Они здесь построили Скажем так, квадратичную флук Классу температуры Между двумя точками, разделенными определенным углом И построили это для всех углов Какие только могут быть Для нуля, одного градуса, два градуса, три, четыре И вплоть до девяносто градусов И вот эта корреляция Показывает вот такой удивительный Совершенно профиль А именно, что существует Некий размер Порядка одного градуса между двумя точками Когда флуктуация максимальна Потом есть какой-то такой размер Порядка Трех градусов Когда вторая волна появляется Третья и так дальше Вот это уже измерение Коллаборации WMAP И вот это как раз есть Одно из ярчайших свидетельств того Что действительно в этой вселенной были звуковые волны Можно даже сказать, что вот помните Там в Библии было слово И вот это самое слово По крайней мере первое, которое мы слышим Пока три буквы Ну ладно Тем более, если это три буквы Казалось бы, сообщение довольно обидное По-моему, очень энергичное Я знаю, что ты только о супе думаешь Что в котлетах? Котлетах больше буквы Что из этого можно извлечь? Очень важного Ну пил там газ, но ходили волны Ну хорошо, ладно, увидели мы эти волны Но порадовались Но из этого можно сделать гораздо более важный вывод Черт с ними, я с этими волнами Можно сделать гораздо более важный вывод А именно, какая вселенная Какая кривизна этой самой вселенной Плоская она? Сферическая или киперполическая? Каким образом? А это можно сделать следующим образом Если вселенная у нас плоская Начнем вот с этой картинки Возьмем какой-нибудь характерный размер на этой вселенной Допустим, вот это был один мегапарсек Это была та самая длина волны Которую мы должны были бы с вами То есть волны, с которой С этой длиной волны должны были бы во вселенной существовать Вот Теперь Все это находится где-то далеко от нас Вот этот мегапарсек Расстояние от той точки до нас Это вот эти, грубо говоря, 13-14.7 миллиардов лет Мы делим мегапарсек на 14 миллиардов световых лет Получаем размер Это будет, допустим, 1 градус Теперь мы говорим А вдруг это тот же самый мегапарсек Но вселенная промеж нас вовсе не плоская А на самом деле находится, например, на сфере И тогда мы с вами видим, что Нет, я не буду рисовать Тогда мы с вами видим, что Если мы возьмем теперь на сфере Какой-нибудь уголочек того же самого размера То поскольку на сфере лучи они имеют стремление сходиться То мы будем видеть в среднем больший размер То есть они будут приходить как бы под большими углами Если же вселенная гиперболическая Как показано здесь Как показано вот на вот такой форме седла То наоборот Тот же самый размер Теперь эти все углы будут вот так вот сходиться То есть мы бы видели его более узким И так нам всего лишь достаточно Из каких-нибудь разумных соображений додуматься Что размер должен быть 1 мегапарсек в тот момент Что время жизни вселенной такое И измерив размер, мы сразу скажем Угловой размер между этими точками характерно Мы сразу скажем Плоская вселенная Сферическая или гиперболическая И вот это собственно было сделано И вот этот вот самый 1 градус Вот имеет смысл его запомнить Как раз соответствует плоской вселенной Таким образом вот это вот измерение Оно что нам дает Мы вот этот совершенно взгляд со стороны Мы можем не считать по отдельности Сколько там атомов во вселенной Сколько там темной материи Сколько там того сего третьего десятого Мы сразу говорим Значит какая у нее кривизна У этой вселенной Такая, такая или такая Вы можете спросить меня Ну хорошо, кривизна там такая И чего мне это дает в свою очередь А вот эта вот самая кривизна Связана уже напрямую С тем, какая плотность энергии Внутри этой вселенной Вот это на следующем слайде Это мы увидим Опять-таки для школьников Я это по простому Как говорится объясняю Можно ввести такой параметр Омега Который грубо говоря И с отношением кинетической энергии К потенциальной энергии Всех-всех-всех частиц Всего-всего, что есть во вселенной И если этот параметр Омега Больше единиц То тогда вселенная Сферическая и открытая Если меньше единиц То тогда гиперболическая Если равна единичная То плоская Ну а дальше вы видите Сейчас, одну секундочку Вы видите Что если мы действительно увидим То, что мы увидели То, что вселенная Этот параметр равен единичке То есть вселенная строго плоская Это означает Что вся кинетическая энергия Равно в точности Равна всей потенциальной энергии Но потенциальная энергия Имеет знак Соответственно Вся энергия Есть одно минус другое Оба не одинаковые Вся энергия В этой вселенной Равна нулю Вот откуда следует этот вывод Ну вот на этой картинке Я попытался Еще по-другому Рассказать о том Как можно измерять Крепизму вселенной Но сейчас ладно Не буду Об этом времени не остается Но здесь вот Все то же самое Что я вам пытался нарисовать То есть если вселенная Гиперболическая То свет вот так вот Начинает сжиматься И вы видите В среднем более маленький угол Ну вот Вот мы вернулись Опять к этой картинке То есть вот из этой вот картинки На самом деле следует Главный глобальный вывод Вселенная плоская Полная энергия вселенной Равна нулю Соответственно Плотность во вселенной Равна критической плотности То есть самая критическая плотность При которой она должна быть плоской Дальше вы можете Уже из других измерений Собирать Сколько у вас барионов Сколько у вас темной материи Сколько всего Но главное Что интеграл всего этого Должен быть равен 100% Вот из чего Собственно говоря Исследуют В основном То что плотность Точнее темная энергия Во вселенной Составляет 72% Первый пик Да Говорит что плоская Остальные две буквы Что говорят Но они тоже много чего говорят На самом деле Скажем Вот такая вот кривая Достаточно чувствительна К тому Из чего состояла вселенная В тот момент Сколько там было темной материи Сколько там было нейтрино Какое количество Нейтриных сортов 3, 5 Или еще какое-то число Но вот ты школьниками Я конечно это не показывал Но вот Из этого анализа Следует на самом деле Довольно удивительный результат Что количество нейтрин Который Лучшим образом Описывают все данные Не 3 Как мы знаем Из лэпа Да С очень хорошей точностью А 4 и И Боюсь врать То ли 3, то ли 1 Какое-то такое 4, то ли 3 4 и 3 С ошибкой Которая перекрывается Стройкой Но тем не менее Уже появляется Некое напряжение 3, 5, 1, 7 Да И любители стерильных нейтрин Вот Олег Миняка Будет об этом высказывать Да Они конечно С воодушевлением Воспринимают Этот кусок информации Дим Еще такой вопрос Вроде как нам Год назад буквально Говорили что Темная энергия Примерно такие же проценты Как ты Но тогда Вот прям вопрос Стоял такой Мы абсолютно Не знали Какая у нас Вселенная То есть все варианты Рассматриваются Тогда мы уже знали Проценты Почему Ну как То же самое Говорили А кто говорил Не может Год назад Мне была известна Какая Вселенная Нет Данил Не знаю Наверное Ты не так понял Нет еще Сейчас я давайте В каком максимуме Ну максимум в нуле Вот это 1 градус 1 градус Сейчас я давайте Уже закруглюсь Ладно Это будущая Вселенная А окей Ну вот Собственно говоря Я прошел к концу Данил Будь другом Давай я сейчас Последний слайд покажу Значит Вот что нам сегодня Вот эта космология говорит Я давайте еще раз повторюсь Что возраст Вселенной 13,7 миллиардов лет Полная энергия Равно нулю Для знатоков математики Это означает Что Вселенная плоская 72-73% всей энергии Приходится на темную энергию Вафума Это загадочная энергия Никто не знает Что это Единственное что Можно сказать Что она там должна быть Потому что Плотность равна Единички То есть критической 23% всей энергии Приходится на темную матемию Значит На обычное вещество Только 4-5% Всей энергии Приходит Значит Обнаружение анизотропии Уже привело К нобелевской племени В 2006 году Это По бедали И Я Хотел бы здесь Прогноз Что наверняка Будут еще Нобелевские племени Потому что Эта область Активно развивается Сейчас WMAP Закончил набор данных К сожалению В августе По-моему В 2010 года И сейчас Готовится новый Еще более точный Эксперимент Это Планк Который будет измерять Все то же самое Плюс Планк Запущен Я живу Значит Старым днем Спасибо Планк Который измеряет Дополнительно Еще Поляризацию Фотон Они ничего Не публикуют До окончания Эксперимента Спасибо Окей Ну и вот Последнее Ну ладно В принципе Для вас Это Можете сами Почитать Все Спасибо АПЛОДИСМЕНТОР 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 Есть 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 Ну я там не буду А там непонятно Вопросов много Но я самое интересное Для себя задам Можно вот Для ступых объяснить Не прибегая к термодинамике Как Свет Который двигается В пространстве И через 60 веществ Может остывать А Ну это просто Вселенная Ну представь себе Шарик Ну вот двигаться Потон У него три электроны Более Он голубой И как он Уменяющий В такой Свою Нет Погоди Смотри Давай еще Сейчас Давай еще проще Даже без потона Ну как же Нет Давай все-таки Вот возьмем Просто шарик Который мы надули Да Столкнули по нему Там пошли волны Теперь его еще дальше Поддувают Эти волны Начинают С другой частотой Колебаться Начинают все Более Менее энергичнее Становиться То же самое Происходит с потоном Вот он у нас родился Вот я не верю В это сразу Ааа Окей Но это как бы Парадигма современная Вот все что могу сказать Нет Вот я беру Свечу света Он двигается В пространстве Почему у него Частота должна Измениться Тогда у вас От звезд Тоже должно Вот идет свет Двигается в пространстве И он должен Охлаждаться Почему этого Вы не видите Нет На самом деле Видно это Эффект маленький Нет Никаких ли ответов Доплера Я говорю А просто Видно это Доплера Эффект маленький Эффект маленький Ответ Это расстояние Есть такое странное утверждение Что там Бальмеровская линия В лабораторной системе Отчета Везде у Вселенной Одинаково Понятно То есть Исходите Спектрофатум Грубо говоря Да То есть Такой эффект Даже используется Для определения Нет Ну это хитро А тогда Как вы узнаете Нету ли смещения Просто Доплеровского Например Вы же не знаете Объект двигается Или нет Да Хороший вопрос Значит Ну смотрите Если у вас объект Реально двигается Сквозь Газ Например Сквозь что-то Вы будете видеть Представьте Галактика То есть Много всяких сонд И вы меряете Скорость 0.4c Если вы думаете Что она шарашит Через газ Со скоростью 0.4c Можете посчитать Что там будет происходить Ну то есть Кроме того Что все умрут Галактика развалилась Ну в смысле Это вот серьезно То есть меряется Не какие-то скорости Там 10 км Секунды 20 Меряется скорость Там 5c Вот И поэтому Вот простое Кинематическое Образделение Оно заведомо Снимается А вот Космологическое Расширение Оно дает Ну это такой Вечный скорб Как объяснять Вот если Петр есть Нету А есть Ура Я вот хотел Его спросить Как раз Ну в смысле Там Самый космологичный Человек Аудитория Вот все-таки Ведь совсем Неправильно Говорить Что космологическое Расширение Это доплер Потому что Я спрашиваю Я не утверждаю Представьте У вас Там чистый доплер Стоит машина Вы стоите Она испустила сигнал После этого Машина поехала Вы побежали Остановились Сигнал поймали Доплер не будет Потому что В момент испускания Поглощения Все стояло А во Вселенной Все равно Будет Разширение Это неправильно Это Как Это Пешеход Неправильно Стоять Ну да Ну да А настоящие У вас именно Растягиваются Масштабные факторы Неважно Как они двигались В момент излучения То есть У вас Возможна ситуация Когда в момент Излучения Поглощения Все покоилось Но если Посредине Вселенную Растаскивал То Чисто физически Я просто не понимаю Как потом Может просто Двигаясь Менять свою частоту За счет чего Он же не взаимодействует Ну а в шарике Ну а то что В момент Ты можешь Писать Ну могу Писать А почему Он меняет частоту Не надо Нам так сказать Я понимаю Да Он расселся На чем Поменялся Я поверю Тут какие-то законы Сохранения А тут как-то Раз и менять Сохранения 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 Взаимодействие С горожанным полем Это вот уже Более Хорошее объяснение Это позже Никто не видел Никто его Нет нет Это уже Более Понятен Хоть и не так Ну не очень ясно Но уже есть Гипотеза Он же просто Двигаясь Возникает Возникает Ведь без Играционного поля Тоже Там проблема Что в пустом Деситере Все будет Тоже самое Не Согласен Коля Это сложно Понять И ты не единственный Кто не понимает Ну хорошо А то я думал Что это нельзя понять В таких терминах В повседневной жизни Ну вы вроде Николхозники Если вы не колхозники Давайте напишем Уравнение Нет Нет Я могу Я могу Накую фигацу Написать И говорить Понятно То есть я был прав Да Насчет Я хотел спросить В будущем Когда мы научимся Хорошо Промерять Реликтовый Реликтовый Фон Можно Делая измерения Во времени Восстановить Как изменяется Энергия Реликтового Это сделано Сделано И Двумя Независимость Ну как надо Какой скоростью Изменяется Энергия Ну вот Выкладывается Ну что там Соответственно А в четвертой Едниц на А в четвертой Нет Ну анизотропия Это 10 У нас 5 И меня Почему Причем Извините Я неправильно Понял вопрос Хотите спросить Как температура меняется Или как пара Как температура Ну тогда анизотропия Ни при чем Забудьте Температура Это вот Средняя По больнице Вот эти 2.725 И видно Что на близких Красных смещениях Это там Меньше В смысле Пардон У нас сейчас 2.725 А на больших Красных смещениях Это больше Конечно Это видно Это измеримый эффект Это легко Вот это я могу Объяснить на пальце Потому что через 10 лет Мы запустим Аналог WMAP Это не важно Смотрите Значит смотрите Как раз Там планки Все эти спутники Они наблюдают Вот эту последнюю Сферу рассеяния То есть то Что было 380 тысяч лет Спустя После большого взрыва Вот Нас интересует Что было не тогда Нам не туда надо смотреть А нужно смотреть Что было там 5 миллиардов лет назад Идея очень Есть несколько идей Одна совсем простая Вот есть скопление Галакти Там есть горячий газ Есть такой замечательный эффект Сюняева Зельдовича За который Не под запись Сюняеву могут дать Нобели И будут правы Ну вот То есть есть горячие электроны Они летают в скоплении Вы знаете качественную энергию электронов Вокруг летают те же самые фотоны Реликтового излучения Они рассеиваются на электронах И меняют свою энергию И эффект состоит в том Что глядя в жестком диапазоне Вы видите уярчение По сравнению с фоном Потому что они приобрели энергию Ну а в микроволновом Наоборот видите дырку Потому что оттуда фотоны забрали И по этому эффекту Ну понимаете У вас просто фотон рассеялся на электроне Энергию электроны знаете Видимо энергия фотона знает Значит можете найти Входную энергию фотона Это дает вам прямо Измерение температуры Реликтового излучения В том месте Где висит скопление Такая же штука С возбуждением Линии всяких молекул атомов То есть вы наблюдаете спектр Видите какую-то возбужденную линию Например Вот реликтовое излучение Куча людей открыли До Пензиаса Вилсона И не узнали У нас в галактике Люди снимали спектры И видели возбужденные уровни И не знали С чего бы они Вот так возбудились Вот Задним числом Это реликтовое излучение Возбуждает Вот есть какой-то уровень Который соответствует Этим самым 2,7 А в далеких галактиках Видят там другие возбужденные уровни Опять же можно померить Какова температура там То есть вот Померить Как менялась температура Реликтового излучения С возрастом Мы умеем Независимыми способами Это сделано И все находится В согласии с чем надо А какой-то примерно масштаб Масштаб чего На каких расстояниях Да, то есть Например на 1 электроновольт За сколько времени Ну формула Единицы на А в четвертой Ну может Петр сразу Я не могу У меня в голове нет цифр А длина волны меняет? Нет, на сколько Ну скажем За миллиард лет Насколько упала температура Реликтового излучения Это прямо этот самый Редшифт Да А ну Ну хорошо Сейчас нужно Один будет миллиард лет Перевести в Редшифт Это он мне потребует Редшифт 1,10 Большой времени масштаб Да, миллиарды лет У меня такой просто Вы просто Дерзкий совсем А что ж там на краю-то Вселенной? Там, может, за краем Пространство больше Вселенной Или Амор Больше Да, больше То есть видимая А есть ли границы пространства? Ну вот что-то такое Комментарий Там скорость расширения будет Больше скорости света Но если на земле Туда посмотрят Да, конечно То есть Видимый размер Вселенной Соответствует, скажем, 14 миллиардов лет Полный размер Вселенной Соответствует примерно 42 миллиардов лет Световый Да Световый Да Что там дальше? Ну вот Смотри Поскольку есть вот этот Релектовый фон Он ставит границу В неком смысле Ну или просто там Конечный скорость свет Ставит границу Вот ты на середине Байкала Уплываешь в лодке Кругом туман Да И вот ты видишь Там на 100 метров вокруг Спрашиваешь, что дальше? Единственное, что ты можешь сказать Что наверняка Прямо за 100 метрами Там не начинается Аравийская пустыня Потому что ты ничего удивительного Не видишь на границе Ну и ты можешь предположить Что то же самое Там на 200 А вот на 30 километрах Уже не можешь Слишком далеко Но вот мы находимся Ровно в такой же ситуации Мы видим всякие Анизотропии По краям А там мы даже Не всю видимую часть видим Да Мы видим вот очень маленькую То есть мы сидим в тумане Посереть Байкала Все оценки Вот эти, которые приводятся Это только для того, что мы видим Да, для видимой части Вселенной А реально она может гораздо больше Совершенно верно Куда эти 40 миллиардов? Видимая часть одна? Вселенная? Нет для нами 40 миллиардов лет Думали же из области Относительности У нас это невидимая То есть учетом С учетом То есть когда ты переводишь Это в радиус А все с точки зрения Видимая область У нас есть область С миллиардов лет Видимая Чемная 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 То есть Ну а методистент Не знаю У тебя Двигала Вот свет пошёл, вот свет прошёл, и... Иго равное единице, что соответственно, иго равное единице, что соответственно, иго верное единице, что соответственно, иго скорей. Оно всегда было так? Ей изменится ли со временем? Но я понимаю, чем это произошло. Это хороший вопрос на самом деле. То есть вот Светлана задала такой очень хороший вопрос про ОМИ. Вот она сейчас единичка, всегда ли было так и всегда ли будет так? Вот в теории большого взрыва, если бы она была правильной, нифига она не была бы так. То есть сегодня могло случиться так, раньше могло быть не так и потом могло быть не так. Или нужно очень сильно подгонять все параметры, чтобы такое могло быть с точностью, я боюсь, может быть, я не знаю, точностью 10-60 степени параметры, чтобы начальные подгонять, чтобы все было вот так. В инфляционной теории это автоматически так, от начала до конца. А вот, кстати, она же не точно в одной единице, то есть она там приближена. Не точно, да. А она то ли сверху, то ли снизу? Да. То есть это особо не влияет на теорию, что там то ли чуть-чуть замкнула, то ли наоборот чуть-чуть. Ну да, то есть как бы на возраст Вселенной, на оценки вкладов разных темной энергии, темной материи, это уже не сильно влияет, то есть то, что она чуть-чуть отличается. Но вот есть, кстати, работки, может быть, вам кто-то, ты мне, Данила, сегодня как раз что-то подобное говорит, то есть есть люди, которые из математических соображений говорят, а вдруг Вселенная состоит вовсе не из, ну, вот такая вот, из обычного как бы трехмерного вещества, не из трехмерного такого пространства, а из таких вот вот стенок, там, из тетрадок или еще чего-то, короче говоря, они рисуют такую сферу, состоящую из таких вот вот большого количества вот этих вот тетрадок. И у них получается, что тогда вот если вот так сделать, вот этот вот параметр омега должен быть прямо вот один, ноль, один, и буквально такой, как сейчас. На самом деле вот такая тоже штуковина есть, но это вот для любителей экзотики. То есть может и так быть. Даня не про это говорил, он просто... У тебя есть такое, да? Да, посмотри. Даже могу читать, как называется. Вот последний. Еще вопрос. Для того, чтобы проверить закон Хаббла, скажешь, что он очень хорошо проверен, то есть нам надо очень точно расстояние мерить. Как мерить расстояние 700 мегапарсех определить, вот такие расстояния огромные определить? Сенсорный гапарсех, Сергей, не дай мне соврать, по-моему, это уже сверхновые, да, мерить? Это есть сверхновые SN1A, да, SN1A, которые уже используются... Все время тебе нужны какие-то стандартные свечи, да? Рядом с нами, то, что использовал Хаббл, это были цифии, да, их там, как говорится, полно реально. Потом ты идешь чем дальше, тем они становятся просто менее яркие, их ты использовать не можешь. Но там есть сверхновые вот определенного типа, которые, опять-таки, очень дырят. Стабильный, чистый сигнал, одинаковый на всех расстояниях. И очень яркий. Поэтому вот эти сверхновые, то есть взрывы звезд определенного типа, используют для того, чтобы привязаться к расстоянию типа в 700 мегапарсех. А какая там энергия у тебя стандартных существ? Ну, ты про сверхновые говоришь? Сверхновые это 10,53 эрк, да, а цифиида, он гораздо более скромный. Это называется просто крыльцем. Ладно, наверное, уже время ужина. Давайте поблагодарим. Спасибо.